Сегодня в правительстве прошла пресс-конференция губернатора Александра Мора. Журналисты успели задать 35 вопросов. Подробности нам расскажет Анна Рабчук. Она на связи со студией. Аня, добрый вечер. Как прошла встреча и что спрашивали в главы региона? Анастасия, добрый вечер. Традиционно больше всего вопросов касалось экономики. Начали тему журналисты с дефицита бюджета. Будут ли заморожены какие-либо программы? Александр Мор подтвердил дефицит бюджета 58 миллиардов рублей, но все, что запланировано, будет исполнено. Далее спрашивали про нацпроекты, демографию, образование, про чистую воду. Не обошли тему антипинского нефтеперерабатывающего завода. Сколько недополучил бюджет из-за банкротства предприятия? Ответ. Предприятия для экономики важные. Индекс промышленного производства в регионе составил 106%. Пока завод не работал, индекс был 101%. Что это значит? На экономику банкротство повлияло, но это не критично. На 30 декабря назначено заседание, членное заседание суда, на котором завод должен перейти, если заседание состоится, в следующую стадию конкурсного производства, в ходе которой должно состояться реструктуризация всех долгов и уже потом выход на продажу. Предприятие в Тюменской области не занимается продажей завода. Это пререгатива собственников и его кредиторов. Кто бы там ни был, мы можем самим, чтобы погадать, назвать название всех крупных нефтегазодобывающих компаний, но кто-то точно погадает. Про экономику журналисты и губернатор говорили 48 минут. Тема часто пересекалась с Тобольском. Это и завершение строительства нефтехимического комплекса, и туризма, и благоустройства. А про новый аэропорт спросили аж два раза. Самоокупаемость? Если нет, то чьи предполагаются дотации? Сибура или государство? Компания Сибур определилась с оператором. Это крупная компания, которая управляет семью аэропортами в Российской Федерации. Когда бизнес берет в управление какой-то объект, оно понимает, как он будет им управлять, и явно не будет делать себе убыду. Это инвестор аэропорта компания Сибур. Даже если в какой-то момент времени потребуется временная поддержка, то в таком долгосрочном проекте, я думаю, что мы совместно с компанией найдем какое-то совместное решение. Много было вопросов и про село, это и рейтинг муниципалитетов. Он касается инвестиций. Итоги подведут в следующем году. Это и общественные пространства. Губернатор привел в пример Сладковский район. Жители не стали ждать помощи в виде крупных сумм. Выиграли грант, подключили местные предприятия и смекалку. И смонтировали спортивную и детскую площадки. Наш корреспондент Инна Михайловская поинтересовалась, что Александр Мор вкладывает в понятие сельское предпринимательство. Ведь таковым объявлен следующий год в Тюменской области. И здесь губернатор подробно рассказал о трех позициях. Агростартап, реализация продукции, тут активно использовать кооперативы. И третья позиция образовательная. Будут созданы школы для обучения. Кооператив должен быть грантом приобретения продукции. Если у фермера нет желания самостоятельно ее продавать, при этом кооперативы должны быть не только закупать продукцию, но и иметь возможность ее перерабатывать. Именно поэтому мы тоже обсуждаем новые формы поддержки существующих сельхозкооперативов, для того, чтобы можно было перерабатывать эту продукцию. Реновации, по примеру, Москвы в Тюмени пока не будет. Транспортный налог останется неизменным. Ледовый дворец спорта – перспектива ближайших лет. Александр Мор поделился и личными впечатлениями от уходящего года. Они касаются крупного события Лиги чемпионов УФА по мини-футболу и наших сельхозпроизводителей. Эмоции, которые наши футболисты подарили, я чуть все нервы не оставил. Особенно на финале чемпионата России, когда каждый матч до последней секунды порадовался за наших, в хорошем смысле, порадовался за наших сельхозпроизводителей, которые не только умеют производить, но создали хорошее производство. Я сейчас говорю про Крим. Время на пресс-конференцию было ограничено. Два часа, а журналистов около 60. В попытке получить как можно больше ответов, многие хитрили и мудрялись задавать несколько вопросов в одном. Чтобы уложиться в тайны, губернатор порой отвечал телеграфно. Но успели, кажется, все. Анастасия. Спасибо, Анна. А мы продолжаем.